Детская больница номер 7. Около 300 пациентов со всего края здесь получают палеотивную помощь. Дети попадают с разными диагнозами. Тяжелые поражения нервной системы, ДЦП, эпилепсия, спинальная мышечная атрофия. Практически все дети не могут самостоятельно есть и глотать пищу. Большинство питается через зонт. Чтобы установить его, необходима операция, зачастую травматичная для детей, а еще и сложная для родителей, которые потом ухаживают за ребенком. Родители чаще всего их обучали в отделении наши доктора, медсестры ставить этот назогастральный зонт. То есть он вводился либо через нос, либо через рот в желудок и ребенок кормился. Затем он удалялся и так каждый раз его ставили, убирали, ставили, убирали. Такая частая манипуляция довольно болезненная. Она приводила, как правило, к воспалительным изменениям и к образованию пролежней в месте стояния кристом. В этом году в больнице впервые начали использовать новую методику. Ребенку делают всего лишь один прокол на животе, через который и вводят питательную трубку в желудок под контролем ФГДС, то есть без традиционного хирургического разреза. А это уже исключает риски и осложнения. А главное, примерно на третьи сутки ребенка можно забирать домой. И уже дома родителям не нужно постоянно вставлять какие-то трубки. Она хорошо фиксирована, она раздувается манжеткой в желудке, то есть если просто ее дергать с умеренным усилием, он ее никогда не выдернет. Но прежние вот эти вот установки все равно были как бы более... Ну, зонт очень легко ребенок мог вырвать, да, и он и случайно мог самопроизвольно выйти из желудка. В больнице уже более 10 пациентов перешли на новый способ принятия пищи. И спрос на эту манипуляцию высокий. В ближайшее время здесь прооперируют бесплатно по полюсу ОМС еще порядка 50 детей. Операция позволит хотя бы немного облегчить жизнь маленьким пациентам с непростой судьбой. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.